С нами был один брат, студент, который умирал в свое время от наркотиков. Его зовут Андрей, он из Мариуполя. И в Мариуполе его знали эти клиники, потому что он там лечился не раз в этих клиниках, где наркоманов лечат. Потом у него была проблема такая, что у него были гепатиты разные раньше. У него сейчас нет гепатитов, ни одного не осталось. То есть были разные эти буквы. Потом его кости гнили, его кровь больная была, ему переливали кровь, но это не помогало. И он разбух весь, стал черный, толстый и умирал. Но самое страшное было в нем, это его мозг, во что он превратился. Дело в том, что месяц за последний он был как растение. Просто растение. Даже не человек, даже не животное. В его голове был кисель. Форму свой мозг потерял здоровую, и он стал просто внутри, как кисель. Десятки проверок было всевозможных исследований, ну как подопытное растение стало уже. Даже не кролик. Так вот, совершенно не обменяемые ему кололи, всевозможные препараты. А потом, это было как раз тогда, когда в Мариуполе очень много умирало наркоманов в клиниках, прям повально, было решено врачами умирающих этих развозить по домам, чтобы они умирали у себя там где-то в домах. И развозили, многих бросали прям возле порогов, значит, на простыне, просто в полуголых, там, в трусах, там, в одних, там. Вот с Андреем было так, то есть в реальной жизни такое есть, в кино такого не увидишь. Значит, Андрея тоже привезли к родственникам, чтобы он умер там, у них родственников, но те отказались напрочь открывать двери. Тогда возле мусорки, многоподъездный дом, значит, возле мусорки на простыне оставили это мясо, уже, по сути, большое, черное, толстое, оставили и уехали. Вот эти преступники в белых халатах. Значит, и уехали, и они развозили так, вот это мясо, развозили вот этих умирающих уже, либо идиотов, либо уже, как бы, в памяти еще, но уже умирающих. Худых или толстых, разных, умирающих от заражения крови, значит, и прочее, желтых. Ну, почти трупы развозили уже, но еще живых еще. И их много развезли, один из них был Андрей. Андрей выжил. Вообще чудо это. Возле мусорки этой проходили ребята вот с такой же церкви, как вы, Божество, Дай Любовь Христова. Протестантская церковь такая, христианская, там есть Свет Миру и еще одна церковь. Молодые люди, бывшие наркоманы, алкоголики, тунеянцы там, прочее. Так вот, и они шли, значит, мимо этой мусорки, они шли на квартиру, бывшая барочная квартира наркоманов, где собиралась молитвенная группа, значит, бывших наркоманов там. И вот, и они подобрали этого Андрея на простыне и приволокли на эту квартиру. И молились, молились, чтобы Бог совершил чудо, чтобы он, Бог, дал ему, этому умирающему, покаяние. Это невозможно. Он растение, и уже много месяцев уже растение просто. В его голове кисель. Они не знали про кисель, но видели, что его тело уже все. Что ему осталось жить уже совсем ничего. И заражение крови пошло по всему телу. Организм черный и толстого тела. И что произошло? Было чудо. Во-первых, Андрей вернулся в разум. Он смог вспомнить, ну, может, не все, конечно, но он был в памяти. Он вспомнил себя самого, кто он такой. Он осознал, где он находится. Он понимал, что ему все осталось жить, вообще ничего. Ему объяснили популярно, что ты жить не жил, но хотя бы умри по-человечески. Хотя бы покаясь, хотя бы примирись с Богом. Объяснили ему Евангелие. Объяснили ему, кто такой Иисус Христос, что он для него сделал. И, знаете, мы и молились. Андрей смог беме, но все-таки повторить молитву покаяния. Он смог поддержать их, братья, и смог пойти за ними в молитве. Хорошо, и не умер. Я разговаривал с моими украстными братьями, кстати, в то время с нами, вместе с Андреем и там, кто был еще. С Мариуполя, ребята, с Аверхцентров, они знали историю еще похлеще, чем Андрей история. Так вот, и они рассказали потом еще историю интересную, что верующие, которым молились на квартире за Андреем, и он каялся, они не могли поверить в его исцеление. У них максимально хватило веры именно за его помолиться спасение. Но самое интересное, они продолжали молиться, славить Бога, молились час, там, сколько, а он все не умирает и не умирает. Смотрит на них, там, глазами вращает, смотрит на них что-то, там, пытается подмычать, там, что-то. И ему дальше объясняют, там, служители, что мы вообще-то не всю право тебе рассказали. Что не только грехи твои Иисус взял на крест, но еще есть еще одна, как бы, правда. Еще одна, вторая половина медали. Что Иисус Христос взял на себя твои немощи, болезни и ранами его ты исцелен. И ты можешь быть исцелен его ранами. А что ж он мне сразу... Короче, вот, он ухватился за это, и за него молятся. Я расскажу эту историю вкратце, у нас мало времени уже. Скажу, что Андрей выжил. Через несколько месяцев после вот этой молитвы, там, на квартире, бывшей варочной наркоманской квартире, молитвенной группой я собиралась, значит, он пришел к врачам, на своих двоих, к тем, что возле мусорки его бросали там. Он пришел, и пришел не просто пришел, а пришел за справкой, потому что он устраивал свободу там на работу, значит, ему нужна была справка, что он здоровый человек. Короче, а там в репцентре потребовали тоже такие справки, чтобы они устраивали, пристраивали, чтобы для работы. Значит, конечно, врачи были, ну, вначале недоумевали, младшим их персонал там чуть в обморок и бросал, как говорится. Значит, что происходит? Оказывается, думали, что он уже сгнил в могиле, Андрей, его знали хорошо, так вот, он пришел, нормально говорит, ну, было заторможенность, то есть там еще было видно, что у него там проблемки, но он на своих двоих пришел и нормально с ними разговаривает, рассказывает все. Его проверять стали, гепатиты исчезли, кровь здоровая, его суставы гнили, кости были гнилые, кости целые. Но самое потрясение большое в рюкбольские врачи испытали, когда его мозг проверяли. Мозг имел здоровую форму, неповрежденную, как будто никогда он не был тем, что он был вообще. Это было сенсацией. Так что, господа, не верьте тем, кто говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. В присутствии Бога восстанавливаются, еще как. И, то есть, обратный процесс, он исцелился. И еще что, потом его в Донецке проверяли, в Гипре, где-то еще. В конце концов, кстати, вот интересные, интересные люди врачи. Я не знаю, сколько там негодяев, сколько там хороших людей, но что-то по жизни очень много негодяев вижу. Значит, и, хотя встречал и порядочных людей, но не так много, к сожалению. Значит, может, вам больше повезло. Вот, но, знаете, что интересно? Специалисты, которые в Мариуполе, в Донецке, в Днепре, видели реальное чудо, молчали напрочь, отказывались даже страху написать. Не то, чтобы Богу славу воздать, даже сказать просто, что это вообще, но это факт, есть. Они боялись это признать. Отправили его в Киев, вообще, в Академию наук. Пусть там его проверяют, изучают его. В Киеве нашелся один порядочный врач. Профессор самого Западной Украины, в Академии наук работает. Этот врач оказался единственным порядочным из всех, кого он прошел. Десятки врачей прошел, специалистов. Он единственным, кто сказал ему, молодой человек, это чудо Бога. Вам нужно идти в храм, в свечку поставить. Это точно Бог, говорит. Он сам садовод врач этот. И он сказал, что вот десятки примеров, ну, как бы исследований вашего мозга, что у него нет просто-напросто уже. Все, там кисель. И вдруг, откуда ни вознись, следующая проверка, здоровый головной мозг. И все вот эти снимки, все эти исследования, которые были там на Востоке, сделаны, да, Украиной, в Киеве именно этот профессор подтвердил. Это новый мозг. Просто-просто новые мозги. Без следов зависимости, наркомании, чего-то еще. Знаете ли, сейчас там пытаются, там, в России долбить мозги, там, вырезать что-то. Чушь все это. Бесов не вырежешь. Здесь, на самом деле, нужно освобождение во имя Господня.